Ребята, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о очень интересном приеме получать фотографии в полной резкости. То есть, чтобы был объект съемки весь в резкости. Сразу оговорюсь, что этот прием не очень простой, с применением функций фотошопа, но применяются автоматические функции. Давайте рассуждать логически. Для того, чтобы получить снимок хорошей резкости, нужно закрывать диафрагму. Чем больше мы ее закроем, тем резче будет снимок. Напомню, что закрывается диафрагма увеличением числа F. Тут же возникает проблемка в недостатке света. И чтобы ее решить, нужно выполнить одно из следующих условий. Применить дополнительную вспышку, увеличить светочувствительность ISO, что повлечет за собой шумы, или же увеличить выдержку, но тогда нужен штатив и неподвижный объект съемки. Из этих всех условий нам понадобится только штатив. А фотографировать мы будем с широко открытой диафрагмой. Итак, ближе к делу. Есть некий объект съемки, который мы будем фотографировать. Очень близко. Своего рода макросъемка. Так как у нас нет вспышки и яркого света, мы недостаток света компенсируем открытой диафрагмой. При этом глубина резкости будет очень мала. Наша задача сделать серию снимков с фокусом на разных частях объекта съемки. Но прежде чем делать серию, нужно объект съемки красиво подсветить отражателем. Значит объект съемки это у нас такая брошь небольшая. Дальше объектив я сейчас поменяю. Это будет полтинник светочувствительный, ф1.8. И к нему применим еще, подберем одно из макроколец. Может быть даже два. Посмотрим. Сейчас я поменяю объектив и продолжим. Вот он объектив. Я на него сразу самое большое макрокольцо поставил 31 миллиметр. Сейчас мы посмотрим, что это нам даст. К сожалению, на такое большое макрокольцо я не могу сфокусироваться. Значит меняем его, на более, на самое маленькое давайте. Сразу поставим самое маленькое. Я думаю оно подойдет. Смотрим. Да. Теперь подходит. Ставим диафрагму 1.8. И теперь будем играться с фокусом. Но для начала мы подсветим несколькими, брошь подсветим несколькими отражателями. Да. Естественно понадобится и дистанционный пульт. Дабы не дернуть нашу конструкцию. Вот так мы выставили свет, дабы красиво подсветить картинку. И таким образом мы на вот этих вот черных элементах нашей броши мы подчеркиваем ее ребристость. Вы увидите это на фотографии. Ну что, а теперь можно попробовать приступить к делу и начинать снимать. Я подключаю удлинитель дистанционный спускозатвора. Сейчас мы фокусируемся на вот этой части. Вот примерно на вот этой части сфокусировались. И делаем снимок. Продолжаем. Переводим чуть-чуть фокус. Уже мы где-то вот на вот этой части. Ближе к середине. Вот. Переводим еще фокус. Вот мы теперь сфокусировались на середине. Так. Продолжаем. Ребята, вот в принципе и вся процедура заняла всего лишь-то совсем немножко. И теперь мы переносимся в фотошоп, где вы понаблюдаете за всем под музыку. Объяснять я там ничего не буду, потому что, ну, просто копируйте и тыкайте туда, куда я и делал. Тут особо объяснять нечего. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Если хотите, ставьте лайки. Не хотите, не ставьте лайки. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok